Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. Сегодня тема моего рассказа коснется растений, которые помогут вам скрыть какие-то неприглядные места, заслониться от соседей, прикрыть моменты каких-то хозяйственных построек, чего-то такого, что вам мозолит глаз быстро и с минимальными затратами. Я расскажу о семи видах многолетних травянистых растений, которыми вы можете декорировать свой участок. Первое из них – это маклея сердцевидная. Растение – это совершенно необыкновенное. Оно родом с Дальнего Востока, из Китая, и оно традиционно используется в медицине при различных заболеваниях печени, онкологических заболеваниях. Но самолечением заниматься не стоит, поскольку растение это ядовито. Высоту достигает оно при соответствующих условиях 250-300 см, то есть это действительно очень высокое растение. Но это возможно только в том случае, если почва на вашем участке плодородная и хорошо увлажнена. Маклея чем хороша? Тем, что она достаточно хорошо растет в условиях засинения. Все-таки большинство растений предпочитают хорошее освещение, особенно если это травянистые растения. Маклея терпит частичную тень. Она отличается красивыми голубоватыми листьями, необычной такой формы. И в конце августа на ней появляются метелочки из мелких цветков, такого кремово-розового цвета. Декоративность цветения, конечно, такая не очень высокая, но само растение очень интересное и заслуживает своего места на участке. Но будьте осторожны, это растение имеет достаточно агрессивный рост, и оно может распространяться корневищами на расстояние до 80 см. То есть внимательно отслеживайте. В принципе, его легко удалить, вот эту поросль, просто обкапывая растение по краю. То есть если вам нужно, чтобы это пятно не было слишком большим, его легко контролировать и держать в приличных рамках. Еще одно растение, которое вы наверняка знаете и помните, если у вас была бабушка в деревне, ну вот 100% у кого-то в палисаднике это растение росло. И возможно до сих пор вы можете это встретить, растения, в заброшенных деревнях, там, где уже практически ничего не осталось, ни домов, ничего, а старые многолетние травянистые растения еще растут. Это растение называется рудбекия, рассеченные или так называемые золотые шары. Это растение из моего детства, и оно тоже заслуживает своего места на участках, если вам нужно закрыть что-то такое вот нехорошее. Или оно очень хорошо подходит для создания садов в сельском стиле. Рассеченная рудбекия достигает высоту 250-280 сантиметров, и чаще всего выращивается ее махровая форма с махровыми корзинками, которая называется золотой шар. Но видовое растение с простыми цветками тоже выглядит очень оригинально. Цветет это растение в конце осени, и в принципе, чем хорошо оно еще, цветы рудбекии очень хорошо стоят в срезке. Следующим видом я назову астру новоанглийскую. Эта культура очень популярная в Америке, ну, собственно говоря, родом она оттуда и пошла. Но эта культура получила широкое признание именно в селекционном процессе в Германии. В Германии было выведено наибольшее количество сортов этого растения, которые предлагаются в продаже. Цветы у видовой астру новоанглийской, как правило, имеют сиренево-розовую окраску, лиловую иногда. Но сорта могут отличаться белым, голубоватым. Очень часто имеются сорта с различными оцинками розового, вплоть до фуксиево-розового цвета и фиолетового цвета. Это растение может достичь высоты 250 сантиметров. И чаще всего в описании сорта вы можете найти указание на то, какой высоты этот сорт достигает. Следующее растение – это клопогон европейский. Сейчас это растение находится на пике популярности. Среди цветников новой волны оно играет лидирующую роль. Очень часто это акцентное растение. И особенно если используется сорт брюнет. Чем хорошо это растение? Само по себе оно в принципе не очень хорошо декорирует. Оно скорее подойдет больше для цветников именно, поскольку розетка листьев его не очень высокая, до 70-80 сантиметров. А осенью появляются высокие цветоносы, которые несут такую длинную узкую кисть из кремово-белых или розоватых цветов. Это растение выглядит очень интересно. И если вы не планируете создавать сплошную кулису, а просто вам необходимо высокое растение для сада, попробуйте вырастить у себя на участке сортовой клопогон европейский. Еще одно растение, которое возможно вас заинтересует, это сильфия пронзенно-листная. Вот это растение выглядит действительно как кулиса. Оно имеет очень плотную густую зелень. И в свое время его начали выращивать на территории бывшего Советского Союза как кормовую культуру. Растение это семейство астровых. Декоративность ему придает скорее листва, чем цветы. Цветы у него напоминают такие желтые небольшие ромашки. Появляются они обычно в конце лета. И в принципе не очень сильно они украшают этот куст. Но выглядят они неплохо. Достигает сильфия высоту 3 метров. И это растение способно давать такую высоту даже на песчаных и не очень богатых почвах. Если вы любите, чтобы цветы цвели, то это дельфиниум высокий. В самом названии указывается на то, что это высокое растение. И современные сорта его не пытались избавиться от этого, по мнению многих цветоводов, недостатка высоты. Сам кустик у дельфиниума, сама розетка листьев не очень большая. Но цветоносы у него достигают высоты 250-200 сантиметров. То растение это желательно размещать как акцентное какое-то на переднем плане, возможно. Либо высаживать где-то за невысокими кустами, чтобы закрывать не очень декоративно после цветения листву. Сорта из группы новозеландских дельфиниумов отличаются очень обильным цветением. И очень часто они имеют повторное цветение. Первое цветение мы наблюдаем в июне месяце. И повторно в августе-сентябре бывает цветение. Оно, конечно, не такое обильное, но тоже очень декоративное. И поможет украсить вассад. Потому что вообще дельфиниум одно из немногих растений, в окраске которого имеются очень красивые чисто-синие тона. Такие цветогоречавки. Хотя сорта есть и с белыми, и с розовыми, и с сиреневыми цветами. Но на мой взгляд они выглядят несколько проще, чем классические синие дельфиниумы. И мой самый любимый многолетник, наверняка, если вы найдете его и посадите в свою саду, вы тоже разделите мою любовь к нему, это мискантус гигантский. Чаще всего в садовых центрах предлагаются сорта мискантуса китайского, мискантуса шелкового. Но эти сорта, они могут быть высокими, но они высокие только в период цветения, появления колосков. А мискантус гигантский, по крайней мере в условиях Беларуси, он не успевает расцвести. Это растение, не знаю по каким причинам, у нас не дает цветов. Оно не агрессивное, не размножается оно, не расползается порослью, и по своему облику оно напоминает бамбук. Если вы хотите создать ширму, которая выглядит как ширма из бамбука, мискантус гигантский вам в помощь. Действительно, растение очень интересное, достигает высоту 250 сантиметров на песчаных сухих почвах. На влажных почвах он может вырасти еще больше. Чем еще хорошо это растение? В зимнее время, если нету обильных и частых снегопадов, листва на нем сохраняются практически до весны, и она придает саду звук, такой интересный шорох. Особенно, когда мороз, эти листья шуршат, они хорошо сохраняют форму, приобретают такой буровато-золотистый цвет. Это тоже очень интересное растение. Ну, а если у вас нет времени ждать многолетников, то вы можете посадить такие однолетние культуры, которые помогут замаскировать неприглядные места, как подсолнухи, мальвы. Выбирайте только в этом случае сорта, которые зацветают либо в первый год посадки, либо будьте готовы к тому, что цветение наступит на второй год. Также очень интересно выглядит наперстянка, это тоже двулетнее растение. Космея, это однолетник. Эти растения помогут добавить в ваш сад красок и закрыть то, что вы не хотите видеть. С вами была Анастасия Гулис на канале Процветок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки.